Важные дела. Народные избранники сегодня собрались на заседании по экономической политике. Ждут пришествия Михаила Романова. В Пермском крае начался поиск загадочных паломников, поселившихся в Черденском районе в ожидании чуда. На том же месте, в тот же час. Свои главные слова в очередной раз сказали участники нашего проекта «Хочу сказать». Это новости на ТНТ, в студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Сегодняшний солнечный день задал тон работе березняковских депутатов. На заседании по экономической политике народные избранники обсудили важные для города вопросы. Евгения Кокшарова готова рассказать подробности. В повестку дня сегодня вошли вопросы согласования новых параметров семи действующих муниципальных программ. Например, на программу развития сферы культуры города Березняки на 2014-2016 годы понадобилось 439 миллионов рублей. С учетом расходов в сумме 63 миллиона рублей на реконструкцию кинотеатра «Авангард». Планируется начать работы по «Авангарду» в этом году и завершить их в следующем году. Задача этого года – начать работы по демонтажу крыши, усилению стен, установке новой крыши, ну и дальше пойдем вовнутрь. Объем финансирования программы развития физкультуры и спорта на 2014-2016 годы составил 422 миллиона рублей. Из них только 72 тысячи выделено из краевого бюджета. По словам председателя Комитета по физкультуре и спорту и делам молодежи Александра Шамаева, Березняки занимает второе место в крае по количеству спортивных объектов и сооружений. Однако, несмотря на это, у Николая Зеленина возник вопрос, который волнует многих горожан. Как мы просматриваем окончание срока ремонта стадиона «Аграхим»? Это не будет у нас повторение темпа долгостроя или какие ориентировочно предусмотрены сроки окончания вообще на стадионе «Аграхима»? Александр Шамаев так и не дал четкого ответа на поставленный вопрос. По его словам, все упирается в финансы. Проект уже имеется и, соответственно, нужно определить финансовые объемы. При наличии финансовых объемов, соответственно, будет выстраиваться временной график. Потому что пока средств на трибуну, условно говоря, в бюджете нет. Трехлетний бюджет программы развития малого и среднего предпринимательства планируется в размере 3,9 миллионов рублей. Докладчику начальнику управления по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства Сергею Воробьеву депутат Александр Соловьев сделал замечание по работе управления в связи с обращениями граждан по поводу нарушений в торговле. Вот единственное, наверное, структурное подразделение, которое, мягко говоря, футболит в УВД, в Роспотребнадзор, еще в другие подразделения. Никаким боком сюда сами активных действий не предпринимаете. Поэтому, наверное, предложение все-таки включить вот эти нарушения, какие есть, чтобы их количество сокращалось. А раз вы будете за это, в общем-то, ответственны, тогда будет у вас, в принципе, и подход ответственный к этим направлениям. Самая большая сумма выделена на трехлетнее финансирование программы комплексного благоустройства территории города. Один из пунктов этой программы посвящен отлову и стерилизации бродячих собак. Работа в этом направлении в Березняках ведется уже три года. Я говорю, я по своему предприятию веду, что сколько у нас, ну, предприятие пищевое, сколько их годило колонастов, их сейчас значительно меньше стало. Просто методика, по-моему, отлова изменилась, но это у меня отдельно. Также благоустроители пообещали, в результате выполнения мероприятий программы внешний облик города улучшится, количество свалок уменьшится, а вот отремонтированных дорог станет гораздо больше. Евгения Кокширова, Левсабуров, Новости на ТНТ. Продолжу выпуск. Работающих пенсионеров государство софинансировать не будет. Из числа участников программы государственного софинансирования пенсии таких пенсионеров правительство исключило. По словам вице-премьера Ольги Голодец, продление права на вступление в программу заложено в проект федерального бюджета на 2014-2016 годы. Однако с начала октября этого года в ней не смогут участвовать работающие пенсионеры. Далее цитата. Единственная и значимая новация – доступ к ней тех лиц, которые достигли пенсионного возраста, ограничен. На сегодняшний день таких ограничений нет. То есть этой программы не предусмотрено участие рабочих пенсионеров. Конец цитаты. По условиям программы государственного софинансирования, государство в течение 10 лет удваивает добровольный взнос участника, зачисляя сумму на накопительную часть его будущей пенсии. Сумма взносов от 2 до 12 тысяч рублей делится по выбору пенсионера на 10 или 18 лет и выплачивается равными долями. Голодец добавила, что накопительная часть пенсии, которая в 2014 году перейдет в распределительную часть, будет учтена на индивидуальных счетах. В Пермском крае начался поиск загадочных паломников, поселившихся в Черденском районе в ожидании чуда. Известно, что около 50 человек вместе с детьми прибыли из Костромской области, чтобы стать свидетелями пришествия Михаила Романова. По разной информации, живут ждущие чуда под Нырабом, то ли в землянках в заброшенной деревне, то ли в катакомбах в глухом лесу. Наши коллеги из телекомпании «Уралинформ ТВ» выяснили подробности этой истории. Место заточения Михаила Романова почитается верующими 17 века, а сейчас стало культовым для любителей всяких чудес. Про сохранившиеся кандалы первого мученика императорского дома, боярина Михаила, рассказывают удивительные истории. Новобрачные стремились к этим оковам прикоснуться, чтобы навеки соединить свои брачные узы. Такое было. Было такое поверье у местных жителей, что и скот излечить можно этими оковами. Накладывали на больных животных эти оковы и верили, что это помогает. Неудивительно, что под Нырабом объявилась группа людей, ждущих и главного чуда – пришествия самого Михаила Романова. А между тем Пермская епархия комментировать визит костромских паломников ежелево отказалась, но пояснила, что паломники к русской православной церкви отношения не имеют. Тем временем в Нырабской администрации информацию о паломниках не подтвердили, но и не опровергли. Может быть, но мы поиски не проводили, потому что, как бы сказать, и заявлений-то от местных жителей, никого ни от охотников, ни рыбыков, ни ягодников, ни никого, никто ничего не говорит, никто ничего не обращался. Сказали, чтобы, понимаете, у нас территория специфика еще, ведь тут много расположено учреждений ГУФСИНа. Соответственно, значит, народ уже как бы на любого постороннего реагирует болезненно. Если бы кого-то видели, даже в лесу, то уже давно бы сообщили, или нам, или в ГУФСИН. Не было никаких обращений ни в полицию, ни в ГУФСИН, ни к нам. Появление паломников в Черденском районе обсуждалось сегодня и в администрации Пермского края. Факт проживания под нырыбом группы людей с малолетними детьми не исключен. Изначально информация поступила от Пермского епархиального управления Русской православной церкви. Информация поступила о том, что в Черденском районе присутствует группа людей, придерживающихся определенных религиозных взглядов. Речь идет о нескольких десятках человек. Среди них 6-8 детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Условия проживания этих людей позволяют сделать выводы о том, что жизни и здоровью детей, возможно, угрожает опасность. Алик Антонов, Ольга Хаджина, Часпик. В это воскресенье, 13 октября, в канун Великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Березняках пройдет крестный ход. Самый продолжительный из тех, что проводились в Березняках. Этот крестный ход организуется для того, как говорят священнослужители, чтобы мы вспомнили о глубокой и искренней вере наших предков, о разрушенных святынях, задумались о том, как мы сейчас живем, и обратились к Богу в покаянии. Во время крестного хода будут отслужены молебны, установлены памятные кресты с табличками в двух местах. Возле проходной предприятия Уралхим в память снесенной Свято-Троицкой церкви в селе Веретье и на берегу Камы, близ бывшего села Дидюхина, где когда-то стояли Всесвятская церковь и Христорождественский собор. Мы решили провести крестный ход, дабы, первое, это принести какое-то покаяние в том, что очень многие из нашего подрастающего поколения уже не помнят прошлого. Они живут, как Иван, не помнящий родства. У Бога, в общем-то, нелюбимых нет. Каждое чадо, это действительно, человек индивидуален, и Бог любит каждого из нас больше всех на свете, скажем так, да. И вот Он каждому, желая спастись, все-таки пытается нас научить жить вместе. 13 октября в 8.30 в храмах Иоанна Притечи, Никольском, святой мученице Татьяны и в Успенском начнется божественная литургия. А после богослужения от них отправятся автобусы с участниками крестного хода. Так что верующим беспокоиться не стоит, преодолевать огромные расстояния пешком им не придется. Рубрика «Хочу сказать» набирает обороты. Четвертую среду наша съемочная группа работала в торговом центре «Оранжмолл», чтобы горожане могли сказать главные слова для своих любимых и друзей. В чьей адрес они звучали на этот раз? Татьяна Александрова расскажет. Уже в четвертый раз наша съемочная группа дежурила в торговом центре «Оранжмолл». Смелых и активных жителей города, самыми добрыми пожеланиями, мы ждали на том же месте в тот же час. Первыми участниками нашей рубрики, хочу сказать, в этот вечер стала компания подружек, которые решили поздравить свою одноклассницу Алену таким необычным способом. У нашей подруги Алены день рождения. И мы хотим ее поздравить с этим чудесным праздником. И пожелать ей всего самого наилучшего. На смену этим милым девочкам пришел молодой человек, который в торговом центре оказался совершенно не случайно. Андрей Михайленко обратился к нам, чтобы попросить прощения у своей любимой девушки. Я приношу тысячу своих извинений перед своей девушкой. Хочу признаться, что я очень ее сильно люблю и очень скучаю по ней. И клянусь тем, что больше этого никогда не повторится. А вот Людмила Распутина, просто пробегавшая мимо по своим делам, про нашу рубрику «Хочу сказать» даже и не слышала. Узнав о возможности передать приветы и поздравления своим самым дорогим и близким людям, причем абсолютно бесплатно, тут же решила поздравить свою дочь с одним из самых главных праздников в жизни. Хочу поздравить дочь Жанну с бракосочетанием. Она сегодня вышла замуж, стала самой счастливой девушкой на свете. Я желаю им счастья, чтобы они жили долго и счастливо, чтобы у них родились хорошие дети, как можно больше. Желаю им всего хорошего. Вот такие нежные и добрые поздравления, а также неожиданные признания мы услышали во время съемок рубрики «Хочу сказать». Правда, одно из них мы на время утаили по личной просьбе участников, но обязательно покажем вам на следующей неделе. Не пропускайте, следите за нашими выпусками, и кто знает, может, теплые слова и поздравления будут адресованы именно вам. А мы напоминаем рубрика «Хочу сказать» продолжает свою работу. Каждую среду в 6 до 7 вечера мы ждем вас в торговом центре «Оранжмол». А в этот раз привет и поздравления принимали... Татьяна Александрова, Лев Собуров, новости на ТНТ. На этом наше эфирное время заканчивается. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды, а я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго и спасибо, что нас смотрите. Субтитры предоставил DimaTorzok Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Информация предоставлена ФОБОС. Вы должны знать. Ультразвуковой увлажнитель воздуха стоит 1300 рублей. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина – Советский проспект 2, территория Агроснаб. Кормить семью вкусно и проводить на кухне меньше времени возможно. Если делать покупки в магазине «Мяско». Свежее мясо, мясные нарезки, фарши, котлеты, шашлыки и корейские закуски. Ммм, «Мяско». Березники, пятилетки 32.